Открылся хоровой конгресс, как и все мероприятия, проводимые в рамках хоровой олимпиады, выступлением лучших хоровых коллективов принимающей стороны. Сегодня это был Краснодарский государственный камерный хор под управлением профессора Вячеслава Яковлева. В эти два дня члены Всемирного хорового совета выступят с множеством важных докладов, касающихся развития хорового пения в современных условиях, а также возрождения традиционных форм хорового искусства. Видных мастеров приветствовал глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, что песня – это важная часть богатой культуры России. Только в Краснодарском крае насчитывается порядка 150 профессиональных хоровых коллективов, среди которых и знаменитый кубанский казачий хор. На нынешний конгресс за круглым столом соберутся музыканты. Мы также увидим презентации стран, которые подали заявку на проведение будущих Всемирных хоровых игр. Несколько лет назад Сочи был тоже в их числе, а уже сегодня мы проводим здесь, на юге России, 9-е Всемирные хоровые встречи. Мне очень приятно, что руководители интеркультуры называют их лучшими за всю историю проекта. Сочи действительно имеют огромный опыт проведения международных мероприятий. Мы подошли к вопросу организации «Хирс» с огромной долей ответственности. Как отметил президент Всемирных хоровых игр Гюнтер Тич, художественный музей для проведения хорового конгресса выбран не случайно. Здесь члены совета могут ознакомиться с выставкой картин, посвященной 9-й хоровой олимпиаде. Задача международной организации «Интеркультура» и непосредственно хоровых игр – это объединение людей, любящих искусство. Наши мероприятия доказывают – это возможно. В хоровых соревнованиях участвуют не только певцы в разной национальности и разного цвета кожи. У нас есть целый хор людей с инвалидностью, слабослышащие, не слышащие. И тем не менее, они поют, и это наше самое главное достижение – объединение людей. Хоровое движение набирает обороты. Оно развивается и меняется, отмечают участники Всемирного конгресса. Ну а народный артист России, известнейший хоровой дирижер страны Лев Конторович, свой доклад посвятил роли российского хорового сообщества в развитии русского хорового искусства. Обсудят международные эксперты и поддержку детских и молодежных хоров. Завтра же, 12 июля, выступления членов совета продолжатся, а также будет продемонстрирован ряд презентаций стран, будущих хозяев Всемирных хоровых игр. Инга Габиша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.